Добрый день. Добрый день, Игнат Иванович. Добрый день. С Богом. У меня к вам просьба. Хочу вас купить три книги нового завета с толкованием. Ну, можно я вам сейчас как поговорим, я под скайпом здесь внизу, скину данные. Ну, давайте, скидывайте. Я, по себе, с вами где-то разговаривал год, может, побольше назад по таким телефону. Ну, и все. А тут решил, я уже много что прочитал, но решил, думаю, еще ваши книги прочитать вот эти с толкованием. Книги кончаются, все, отшиковались. Нет, ну, больше книг нету, да, Наши? Ну, это есть, вот остался, это я переиздание, второе переиздание уже сделал. Ну, вот эти три книги у вас бы, я бы купил. А я вам скину, о всех книгах вы ознакомитесь. А я уже это знаю. А, знаете. У вас какие-то вопросы есть? Нет, вопросов нету у меня. Потому что, я, как сказать, ну, очень много читаю. У вас Олег звать? Олег, да. Понятно. Вот. То есть, я много читаю, просто еще хочу прочитать ваши мысли, то есть, ваше личное толкование, вот, как его, на этой книге, в свете вот этого мира, что и сейчас. Ну, и, как сказать. Видите, толкование, это не мое, блаженного филакта. Я его тоже прочитал. Я и Золотоуста прочитал, и его прочитал. Я говорю, я много прочитал. А вам сколько, вам сколько лет? Молодой еще, молодой. Молодой. Мне лет 64. Повторите. 64. 64, а мне 76. Я знаю, знаю. А вы на нашем ютубе бываете? Ну, я читаю все, и там бывают... Нет, нет, ролики, ролики, где стоят, на ютубе. Да все, все, я много что читаю. И ваш очень много прочитал, и прослушал. То есть, у меня такая мотора, больше знать. Это хорошо. Я сегодня выставил утром письмо, написал Путин Патриарху. Путин Патриарху. Прочитал, прочитал. Прочитал, то... Ну, что могу сказать? Это... Вашу душу, но знает только дух ваш. Да. Понимаешь? И поэтому вы лучше себя знаете, чем вы можете. Поэтому... Это вопрос... Если вашу душу так двигает, значит, надо, наверное. Ну, по крайней мере, тут даже то, что я дал знать, что существует другой способ. Их только бомбами по башке сверху. Аминь, аминь. Вопросов нету, с вами согласен. Потому что даже людей, которые ведут нас в смерть, и то им, как это... Предлагают покаяться. То есть, умереть, но хотя бы жить. Я гляжу, у вас глазок хороший. Ну, это мне друзья дали. Такой чистый, как вот бывает, там снимают у Рамзана Кадырова, когда вот там все такое чистое, ясное, дорогое. Нет, я не знаю, это мне как ее друзья есть, то они мне то одно дадут, то второе дадут. Ну, слава богу. А то мы когда-то в субботу подправляли полное 38 книг у меня вышло, комплект в Америку и здесь. Коробок нету, картонных. Сделали большую, а больше 20 килограмм, они в два раза больше. И за пересылку только одного комплекта 12 тысяч заплатили. А у меня пенсия 6 572. Ну, у меня чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. Как пенсия бомжа. Ну, у меня чуть-чуть побольше, но у меня еще как бы бог дает силы, и я летом еще работаю. А мы-то работаем все время бесплатно. Вы видели летом, что мы делали-то? Да, я много посмотрел у ваших, то есть я говорю, у меня как бы сказать, я стараюсь познать больше. И поэтому сказать, я с вами может сказать, ну, где-то у меня свои мысли есть, но в основном где-то на 90% я с вами... Так, меня интересует, где вы не согласны, выскажите, пожалуйста. Ну, это потом, потому что у меня свои мысли. Ну, конечно, у каждого есть, ну, как сказать, не так я сказать, согласен, как сказать. Ну, может, свое какое-то еще есть мнение. Ну, я просто учу, смотрю, читаю старцев, смотрю, где, а потом смотрю, да, я не прав. Я говорю, ну, слава богу, у нас что здесь будет. Я, видите, я ходил, то есть я коррестился в 45 лет, вот, 45 лет. Ну, не буду рассказывать много, то есть у меня побывал, можно сказать, в преисподней. Вот, преисподней, может, побывал. Это как бы, это вот такое состояние души, это трудно передать. Если, вот, допустим, кто, ну, у кого почки болели, тот может сказать, что это боль такая. Если, вот, кто был там, тот может сказать, что такое преисподня. Вот. То есть у меня вот это было где-то, ну, года три у меня это дело было. Это вот, я сейчас где-то вот года четыре я встал на ноги, а вот года три я вот там был. И очень страшно, очень страшно. Вы говорите о духовном состоянии? Да, 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 да. О духовном состоянии вот именно вот такое. Я потом понял, что такое ад. Что такое ад. Я такое понял, что такое ад. Вот три года вот такое состояние было. Ну, а я вас удержу, если сейчас, еще раз попрошу. Выскажите несогласие. Мне это важно, потому что я смертный человек и страстный. Да нет, ну, как сказать. Но я не говорю полностью несогласен, да? А хотя бы в одном деле, в одном стихе для меня все важно. Потому что у меня на ютубе просмотров один миллион шестьсот тысяч. Знаю, знаю, знаю. Я, как сказать, то есть я, как сказать, вот сейчас, допустим, с вами не согласен. Потом я читаю что-то другое, подохожу в мир. Вот тут правильно нарушить. Я соглашаюсь. Мы же люди. И у каждого есть мнение, правильно? В зависимости от его роста. Он, я имею в виду, рост не физического, а рост духовного. И чем больше раздет, познает, говорит, ага, значит, так, так. Я, как говорю, крестился в сорок пять лет. Вот. Потом меня приговорили к смерти, сказали жить мне месяц. Ну, Бог мне уже дал до этой жизни. Я потом попал, к пересядникам попал. Вот. А попал там, конечно, интересно. Когда я первый раз туда попал, ну, как сказать, в поисках был истинный, можно сказать, да. Я оттуда убежал. Думаю, блин, там люди какие-то собраны такие. И потом читаю Деяния апостолов, вторая глава. Когда Дух Святой зашел, они начали говорить. Я думаю, вот, наверное, вот это. Ну, тогда еще плохо знал. Я пошел к ним. Я у них пробовал, ну, довольно долго. Довольно долго пробовал. Долго-долго пробовал у них. Вот. И потом, ну, я такой по натуре искать истину. И потом как-то мне все же там такое, знаешь, душно. Душно. Я имею в виду душно в духовном смысле. Ни с кем не могу все. Я молился и говорю, господи, я хочу, как ее, познать истину. Вот не как люди говорят, а вот как ты. И вот так вот чудным образом я, значит, много что прочитал. Зарубежная литература. Я все и про ислам, и про буддист, чего только не читал. Ну, все много там. И слушал поповедников еврейских, иудейских. Их очень много читал вот. И потом чудным образом Бог мне стал как-то вот так давать литературу старцев чистую, православную. Я вот начал читать, углубляться, и потом понял, какая глубина познания в писании старцев и православных. А я до этого прочитал много книг. Вот, допустим, есть три книги. Есть генералы веры. Ну, это вот про протестантов. Ну, думал, они такие-таки. А когда прочитал православие, я думаю, ну, тем далеко. Это, наверное, песчинка или как небо, расстояние неба от земли. И вот с тех пор я начал читать, углубляться, углубляться, углубляться. И понял, не там я нахожусь. А вы в каком городе? В Щелябинске? Нет, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге сказать. Так мы в Екатеринбурге были, там в центральной библиотеке мои все книги есть. Ну, я туда не хожу. У меня... Я как? Если мне что надо, я иду и покупаю, чтобы она была у меня. Вот я купил 12 томов Затауста, прочитал их. Купил вот этого филата болгарского, тоже прочитал. То есть, вот если мне еще надо, я иду покупаю, и чтобы она у меня стояла, вдруг что-то не так. Я перетрастию, а в рано хожу, то, что-то, то, 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 то. И сейчас вот мне интересно купить ваши книги, вот эти три мне, как бы сказать. Потому что, как вы там говорите, что там есть толкование старцев всех. Потому что их 12 томов, да? Вот. Ну, как времени надо много. А раз у вас все это дело собрано, так мне не надо тратить много, больше времени, когда я могу просто здесь уже меньше времени потратить, но уже здесь прочитать. Вы знаете, уникальность нашего издания, трехтомник Нового Завета, что оно вышло впервые за 2000 лет. Столкование с апокалипсисом вместе. Вот. И особенно я хочу прочитать вот эту, как апокалипсис, потому что меня очень это и интересует. Я уже много что разно прочитал, но хочу еще, как его, в вашей сам, как сам это, редакции. Видите что, занимался составлением, вот, по всем святым отцам, которые касались откровения. Он теперь магистр богословия Геннадий Фаст, Менонит. Он в моем доме пришел, православным стал. Знаю, знаю, знаю. Я говорю, все у вас, я, как бы сказать, я ложусь спать, я добываю так, в 3-4 спать ложусь. Днем еще читаю, смотрю, там, изучаю. Мне все говорят, а зачем тебе это надо? А я говорю, в Библии написано, копай, 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 копай. Там не написано, два метра выкопай и встань. А там написано, копай, пока ты живешь. Вот пока ты живешь, ты копай. Писание написано, не копай там, а исследуете Писание. Ну, я вобразно. Вобразно, понятно. Я вот, что вы говорите, я вспомнил. У меня был знакомый один, его фамилия Лютых. Георгий Иннокентьевич. Он в 6 лет ослеп. Нес отцу на обед, а когда обратно пошел, этот мостик залило водой, и его сбросило, и глаза у него пропали полностью. Он знал столько, что даже отец Геннадий Фаст, он к нему поехал, когда я, говорит, не мог определить границы его знания. Он ко мне слепой приезжал три раза в город Канск, Красноярского края. Абсолютно все. Я жития насчитывал на моем сайте. Жития моим голосом насчитывается. Но он знает, на память знал все цифры, какого числа. Службу все знает. Я начинаю читать. Взял редкий такой поэт Семен Яковлевич Натсон. Самая большая поэма его, «Христианка». Я спросил, он тут же ее цитирует. Беру поэму Иуда, он читает. Беру Волошина, он знает. У него просто... Я говорю, а почему он говорит, когда были какие-то лекции, он сейчас уже умер, я старался везде ходить. Вот вы мне его напомнили. И он слепой был, работал, что ходил, пещи клал. Переплесчиком работал. Дом себе построил. Абсолютно на 100% слепой. Вот как Бог умудряет слепых. Да, я-то знаю, как бы, конечно, это... Я и вам тоже, как сказать, удивляюсь. Вам. Потому что, ну, как бы, есть там и в интернете у вас там это... Бывают там люди, которые не так большого ума, можно сказать, а дьявола. Потому что отец их дьявол. Поэтому я вам очень удивляюсь, потому что нужна большая сила воли. Сила воли Бог дает, но без человека он не даст. Если только у человека он хочет желание, тогда Бог дает ему помощь. А если нет, то бесполезно. И поэтому силу воли дает... Вот у вас большая сила воли. Почему? Если бы ее не было, Бог бы не дал вам вот этой благодати. Вот. Так что я... Я вами тоже, как сказать, чисто, вот, просто по-человечески так и... Благодарю. Вас как величать-то как? Олег Александрович. Олег Александрович? Так вот, я вас еще попрошу, вы извините меня. Ну, укажите, с чем вы не согласны. Мне это очень нужно. Ну, я потом, если что... Ну, как потом-то? Потому что я могу умереть ночью и не буду знать, что я заблуждался. Не, вы не заблуждались, похоже, что я. Ну, это, конечно, сказано в Писании. Будьте это, как там, разномыслие. Разномыслие, ведь оно везде есть. Да, надлежит быть, говорит, дабы искусство открыто. Да, потому что потом выяснить, кто истинный. Тут ничего... Тут я не говорю, что я что-то. Я говорю, ну, есть у меня что-то такое. Ну, это чисто даже, как сказать, чисто для веры, для спасения не имеет тут суть. Это у меня почему, как сказать... Ну, я много тоже... Я рассуждал, изучал, почему люди болеют. Вот, допустим, раком болеют. Или, допустим, люди верующие. Ну, верующие люди, да. Раз, у них там раком болеют. Или в семи верующих рождается даун или что-то такое. Понимаете, у меня все было... Я начал эту тему тоже изучать, изучал, 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 изучал. Ну, почему? Потому что как-то вот так получается. Ну, не может быть, да. Многое что изучал. То есть пришел такими, что есть гены людей. Гены людей. То есть это родословие мамы, папы, там, допустим. Это по плоти. По плоти имею в виду. Это по духу. По духу другой, по плоти. Вот и все это дело изучал. Мне вот это дело было тоже интересно по себе. Как бы к чему-то я уже это пришел. Пришел, как бы сказать, почему там это дело. Вот. И ученые проводили разные опыты, допустим, с всякими животными. Вот. Вот тут, как бы сказать, есть такая наука или что-то называется телегония. Знаю, знаю. Это у меня об этом в книгах написано. Я этим занимался и нашел. Это обман. Нет ничего. Ну. Что там от зебра рождается, там, черный через несколько поколений. С негром зналось он родиться. Нет такого. Нет. Потому что когда пришла Руфь, то родился именно тот, кто должен был быть прадцем Давида. Ничего там хананейского не было, мавитянского. Да нет вопросов. Я ничего не имею. Вопрос. Просто я говорю, у меня интересны разные вопросы. И вот я начинаю копаться. Потому что у меня тоже было много болезней. Вот. К врачам я сейчас уже не стал ходить, а раз прочитан, то прочитан. Но я, если что-то болит, я сразу все понятно. Начинаю то есть стремление к познанию. А знание это тоже село, если при условии оно направлено в правильное русло. Да. Вот. Поэтому разные вопросы. То есть я старался. У меня вот внучки, у меня их семь. Они все говорят, дедушка врач. А я нигде не учился. А просто, в общем, беру, открываю, именно начинаю учить. Ну, допустим, как состоит позвоночник, нога туда-сюда. И потом начинаю с Божьей помощью. Как-то Бог дает знание, что вот тут-тут. И начинаю что-то лечить. Ну, вот так. И также познание Бога. Мне интересно, когда читаю старца. И все, что я прочитал, мне очень нравится. Иоанн Залтауст. Очень сказать. Конечно, он просто поражается. Вот такой у него глубина познания. Да. И так вот. Не только глубина, и широта. У него все там. Вот. А так я стараюсь больше читать. Ну, не только, допустим, как и духовную, да, литературу. Но и разные исследования, которые ученые проводят туда-туда. А потом собираю со Словом Божьим. И поэтому то, что сейчас в мире делается, это уже написано. В откровении Иоанна, никуда ходить не надо, что там горят. Я говорю, вот что будет. Вот написано, никуда не ходи. Даже не надо ничто там исследовать. Что написано, то и есть. Я еще спрошу вас. Меня именно это интересует. С чем не согласны. Сколько вам времени нужно, чтобы вы на бумаге записали эти вопросы и на меня вышли? С чем не согласны? Я согласен. Ну, вы уже меня, ну, согласен. Я же прошу меня обличить-то, а не еще то что-то. Я вас не обличаю. Я говорю, что я вас не обличаю. Меня нет обличать. Я говорю, где-то что-то такое немножко. Ну, это опять, может быть, еще не столько у меня, может, познание, что-то еще, как сказать. Ну, вот, как сказать, это вопрос вторичный. Главное то, что я с вами согласен. Вопросов нету. Никаких там, потому что. Некоторые говорят, вы грубо. А я говорю, а вы пройдите вот такую жизнь, как прошел он. Вы будете мягкие или грубые? Так, а в чем грубые? Это тоже интересно. А где именно? В каком месте я грубый был? Нет, как грубый я грубый. Не как грубый, а вот жестко, жестко. По-другому никак. Я знаю, с кем, как обращаться. Все правильно, правильно. А я им также говорю, а Господь сказал как? Вы, ваш отец дьявол. А сейчас кому-то скажите, что у вас дьявол, так вам сразу скажут, что вы что, блин? А Господь спокойно сказал. Ну, да. А я, как его креститель сказал, кто-то вообще, кто они, да? Вы рождещи. Эхидны. Эхидны. Это вообще. Сейчас кому скажи. Только ты что? Я говорю, что у вас ласково с вами обходятся. Мы не только эхидны, а мы еще хуже эхидны. Потому что некоторый раз я лежу, ну, когда-то, и думаю, о, Господи, ведь я спасение получить никак не могу. Я вот все думаю, это спасение получить, читая старцев. Я говорю, да я спасение-то не могу никак. По сравнению с тем, что они спасены, у меня даже близко нету того, что они. У меня близко нету. Вот я тоже думаю, как вот мне спасти, чтобы именно уверен был. Но очень трудно, потому что, зная мою жизнь и все прочее, это вот, как сказал, что человеку невозможно, Богу все возможно. Вот, трудно. Поэтому, и сейчас, что в мире делается, вот, на Западе, туда-туда, я говорю, Запад погиб, Европа погибла. А почему? А там пидорасты, там голубые, там чего-то нету. Это все, это беги, там не будет ничего хорошего. И если мы по таким же путем пойдем, так и нас не будет. Ну, хотя у нас уже тоже есть это дело, да, но не так пока еще развито. Так что я вас искренне уважаю и даже благодарю, потому что и через вас я много познал. То есть у меня много напечатано ваше. То есть я просто печатаю, потом читаю. Напечатал, потом печатал, потому что это читать долго. А стараюсь напечатал вас. Какие-то вопросы есть, я все напечатал, ложу. И все это, все это читаю, читаю. А вы на форуме бываете у нас, форум? На форуме нет. А я вам покажу 1500 тем, самое обширное. Нет, темы-то я ваше беру, читаю. Но сам, сам, я нигде не выступаю. Вы зайдете на форум, это богатство, просто огромнейшее богатство. Нет, читайте, говорю, вас читаю, но сам нигде не выступаю. Я не привык. Вы там легко зарегистрировались, можете сказать. Так там я выставляю и ролики все одновременно. И ролики читаю ваши. А в mail.ru, в mail.ru, у меня там 18 тысяч фотографий только наших. А роликов на нашем ютубе 4 тысячи. Это... Я вам расскажу один интересный случай такой у меня. У меня что, борода, все такое, да? Я раньше брился. Вот. Это уже после того, как я вот побывал в преисподней. Вот. И потом у меня, я стал бриться, у меня вот стали прыщи идти туда, и, знаешь, вот, мажусь чем-то. Ну, ничего не помогает. Ну, ничего не помогает мне. И всяко-всяко, тут у меня большие прыщи. Думаю, ну, не буду бриться. Ну, думаю, посмотрю, как есть. Бриться не стал. У меня все прошло. Вот. Ну, я начал, думаю, буду дальше, не буду бриться, буду дальше. Зачем, думаю, я себе это буду самое. И как бы так вот, даже, ну, не знал, что нужно бороду носить. Да. Вот. Но когда в поисках я был, вот, то Бог, видно, сам сделал, что ты должен выглядеть как мужчина, а не как женщина. Да. А потом выхожу на ваш этот сайт, все, про бороду читаю, думаю, надо же, я даже не читаю вас, а Господь сказал, вот, сейчас действительно мужчина, мужчина, а не женщина. Так что я вам тоже благодарю. Здесь вот с вашей еще помощью, потому что многие говорили, да ты че, бородой такой мужик красивый, тогда сюда, сюда. Я говорю, нет, не буду и все прочее, как сказать. Вот. А потом вы меня еще подкрепили, познание вот этой самой, то есть открыли Библию, показали вот эти строги. Вот. С вами я согласен, что с этими сектантами, со всеми разговаривать очень трудно. Это можно сказать бесполезно. Очень трудно, очень трудно. Им говоришь белый, а они говорят черный. Горяченый, говорят белый. Но это видно, они сами свои глаза закрыли. Вот, допустим, когда я к ним приходил, я много тоже думал, тоже как был против, да. Но когда я вызвал Господа, сказал, Господи, я хочу познать, тогда Господь дает тебе то, что ты должен знать. Но я вас, наверное, задерживаю? Нисколько. Я вам хотел место Писания тут показать, что вы говорите, подтвердить. Исайя 6 глава 10 стих. «Ибо огрубело сердце народа и всего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот этим пользуется дальше Матфея 13.15 и Деяние 28.27. Уже в Новый Завет переходит это обличение. Я еще хотел вам сказать в конце. Олег Александрович, мы все записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Нет проблем. Потому что наш разговор хороший, полезный. Люди находят свое, даже не знаешь где. Кажется, незначительно он взял. Дальше. Если вы на сайте были, то видите там, на нашем сайте, а как бы на главной странице книга «Для Слова Божия нет уз». Открыто. И для искусственного православия. И там в оглавлении все абсолютно. И о посте, и о молитве. Так что, если вы знаете, так вам и говорить не надо. Я говорю, я стараюсь. Я говорю, я очень долго ходил по десятикам, очень долго. И было, что с ними много споров. Как-то у меня вот душа не была. Я потом понял, что, ну, люди, жалко их, конечно, да. Но помочь ты ничем не можешь, потому что от человека должен идти, изнутри должно идти, в поисках вот этого. Если он возовет Господу, Господь даст. А если ты не возовешь, ну, это бесполезно. Вот. Закрыто. Да. Поэтому я благодарен Богу. Ну, конечно, я не буду рассказывать свою жизнь при себе просто. Но я благодарю Богу, что я познал то, что хотел познать. Ну, хорошо. Я сейчас, как закончу, я под скайпом вам скину это все. Еще, если нету, вы только вопросы, с чем не согласны, запишите. Мне это очень важно для меня. Ладно, благодарю вас. Слава Христу. Дай Бог вам еще здоровья. Слава Христу. Я ни одной табадки за всю жизнь еще не съел. Да, блин, нет. Я просто живу, таким питаюсь, у меня голубятни, я лажусь здесь. Я знаю. Я знаю. Ну, Бог дает и все. Ну, а Бог дает не просто так. С Богом. Да, с Богом. С Богом. Слава Христу.